Знаете, когда вы работали в 90-х годах, не страшно вспомнить, что было в Киеве, когда людей убивали тоже постоянно на улице. Поэтому давайте не будем. В 90-е годы, кстати, на дорогах гибло больше 10 тысяч человек в год. У нас сейчас 3,5 тысячи, и то этому считаем много. Теперь наша стратегия. Первая стратегия. Мы хотим, чтобы в полиции работали не временщики, особенно в полиции, которая работает на улице, в патрульной полиции, а люди, которые заинтересованы. Вот вы видели молодого человека, полицейского. Он работает 5 лет. Но далеко не все патрульные полицейские, пришедшие у нас по новому призыву в 2015 году, готовы работать. Зарплата 12 500 гривен. Риск жизни каждый день. Работа очень сложная. То ты выезжаешь на семейное насилие, где тебя матом покрывает сначала жена, которая тебя вызвала, потом муж, потом снова оба вместе. Или же ДТП, кровь, стоны, 3 часа ночи, нужно оформлять это в снег. Это очень непростая работа. И она очень мало ценится, поверьте мне. Второй вопрос. Как мы собираемся это делать? За последние полтора года мы начали ипотечную программу. У нас 1900 полицейских и спасателей получили квартиры на 20 лет в рассрочку. Мы хотим купить десятки тысяч квартир для полицейских и спасателей, чтобы они работали 20 лет честно, зная, что если они будут работать плохо или брать взятки, то они потеряют право собственности на свое жилье. Первый шаг сделан. Почти 2000 квартир уже куплено за последние полтора года для того, чтобы удержать людей. Второе. Нужно создавать условия уважения к работе полицейских. Что когда постоянно полицейским с каждого телеэфира говорят, что они работают плохо, не становятся деватимированы, идут искать себе другую работу. Чтобы подготовить качественного патрульного полицейского, нужно хотя бы год работы на улице. Это раз. В законодательной сфере сделан большой прорыв. С 1 июля работает закон о криминальных проступках. Это закон, благодаря которому примерно 80% преступлений будет рассматриваться в судах в течение месяца-двух. Это преступления, по которым ответственность не требует лишения свободы. Это мелкие кражи, это мелкая торговля наркотиками, это мелкое хулиганство, драки. Благодаря этому закону мы быстро будем рассматривать простые дела, и тогда потерпевшие будут чувствовать результат. Сейчас, когда человека побили, есть 5 свидетелей, есть видеокамеры, суд длится 2 года. И человек, потерпевший, да что же это такое за правосудие. Полиция может найти виновного человека, подозреваемого за сутки или за двое. Не проблема. Но когда это растягивается в судах по году, по полтора элементарные дела, когда есть все доказательства, это подрывает доверие к правосудию. Именно поэтому этот закон, запущенный всего лишь 15 дней назад, должен совершить большой прорыв. Еще хочу сказать, мы допустили программу, сейчас коротко скажу, полицейский офицер громады. Это новый участковый. Мы запустили порядка 300 сейчас таких офицеров. Что это означает? Подготовленный молодой парень или девушка, прошедший полгода обучения в Академии патрульной полиции, по американским и европейским стандартам. Он приезжает в объединенную территориальную громаду, где мы подписываем договор, что ему покупается дом, он имеет право там жить, ему снабжают автомобилем, у него есть офис. И этот человек имеет полноправную возможность, как шериф, наводить порядок на территории, где живет 8-10 тысяч человек. И мы получили сумасшедший результат. Мы готовы будем, если у вас будет программа, показать, как это работает. Сумасшедшее доверие простых людей к таким людям. Потому что они получили жилье, они получили уважение, они получили минимальную по украинским меркам зарплату, но они чувствуют перспективу.